Всем привет, друзья! Сейчас с помощью этого набора мы соберем светодиодную бабочку, которая будет мигать и при этом создавать различные звуки. Также можно будет управлять пультом и это будет выглядеть красиво. Очень удобно, что на печатной плате все подписано и в общем-то не нужна никакая схема для того, чтобы все собрать. Но есть китайская инструкция, вернее инструкция на китайском и схемка. И кому интересно, ссылку на этот набор оставлю в описании под видео. Берем резисторы, они имеют полосатую маркировку, можно разбираться по цветам, но я предпочитаю все-таки пользоваться мультиметром и определяем их сопротивление. Затем вставляем соответствующие отверстия и припаиваем. И вот так плата выглядит с близкого расстояния. Как видите, все резисторы и вообще все элементы подписаны и на резисторах даже есть номинал. И вот так у меня получилось. Выглядит все аккуратно за счет того, что все отверстия сделаны аккуратно, перпендикулярно и вообще ровно. С этой стороны вот такой лес. И сейчас я смажу здесь флюсом и буду паять. Теперь берем транзисторы. Их несколько и все они одинаковые. И также их обозначение написано вот на платье. Например, 8550. Вот в этом месте. ИК-приемник вставляем вот сюда. U2 как бы написано. Есть контакт и вот таким образом он располагается. И вот эти конденсаторы электролитические, они имеют полярность. Вот знак минус написан. И необходимо ставить таким образом, чтобы минус попадал на заштрихованную часть. То есть это здесь минус. Это, кстати, видно, потому что вот здесь минус питания. И с обратной стороны видно, что это одна и та же цепь. То есть этот конденсатор по питанию, он подключен вот таким образом. Плюс и минус. Берем зумер, смотрим, где у него плюс. Плюс внизу. И здесь вот на мнемосхеме вот этот плюс обозначен. Мы так, собственно, и вставляем. И кнопку. Кнопку RESET написано. Так же само. Она влезет только вот так. То есть таким образом не влезет. Теперь дело дошло до панельки для микросхемы. Но перед этим есть вот... Раз. Несколько проводков. Вот видите, как, например, здесь идет 5. И необходимо припаять вот эти проводки. Здесь. Здесь. Так, ну еще посмотрю. Может где-нибудь увижу. Но вижу пока только 3. Итак, светодиоды. Есть зеленые, желтые и вот прозрачные. Даже не знаю, если честно, каким они будут светить. Прозрачные это вот маленькие. Вот здесь они. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Зеленые это вот будет здесь, здесь, здесь. И еще вот тут парочку. И остальное все будет занимать желтые светодиоды. Ну давайте сначала зеленые припаяем. Светодиоды здесь нарисованы. Вот как бы срезанная часть круга и полный круг. И там где срезанная, там минус. Вот и мы смотрим. Там где срезанная, там минус. На самом светодиоде так оно и есть. Минус это большая чашечка. Знаете, вот сейчас паяю и захотелось паяльную станцию. Все-таки она более практичная, я думаю. И будет более удобно паять всякие вот такие штуки. Особенно SMD феном. Поэтому решил ее купить. Я раньше как-то не думал об этом. Потому что она какая-то большая и много места занимает. И так вот такая штука получается. Уже как бы что-то есть. Усики и вот эти зеленые светодиоды. То есть осталось только припаять желтые светодиоды. Их очень много. Это займет какое-то время. Но это стоит того, конечно, друзья. И вот такая красота получается. Но здесь еще, как вы понимаете, нет микроконтроллера. Сейчас я его ставлю. В нем здесь есть такая вот ямка. И она должна быть сверху. Как бы она нарисована там на схеме. Но перед тем, как вставить этот микроконтроллер, давайте-ка припаяем вот плюс-минус питание. И пока я припаял только для проверки. И когда буду делать какое-то интересное устройство, то все будет более уже красиво. Так, значит, теперь необходимо проверить, нет ли каких-либо замкнутых цепей. Потому что первое включение – это ответственная такая процедура. Вот, чтобы что-нибудь не сгорело, нужно все это проверить. Так как он не влазит, берем и так и об стол. Все ножки, получается, одновременно подгибаем с обоих сторон. Теперь попробуем вставить. Ну и так, еще раз посмотрим, что тут у нас. И теперь можно вставить вот аккумулятор. И сразу пошло пищание. О, отключил. Оно, включаем. Включаем. Так, включаем. Ничего не работает. Как оказалось, вот в этом месте, где аккумулятор касается контакта, пропало питание. Вот, это вообще частая проблема для... Частая проблема для вот таких вот футляров. Ладно, посмотрим, на что это устройство способно. Вот так вот можно... Здесь разные режимы. И они вот кнопочками переключаются. Даже из режима клок. Как бы... Ха, вот это самое прикольное, наверное. И так, друзья, если это вам поделка понравилась, вернее, даже, точнее сказать, собиралка, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересных поделок, собиралок. До новых встреч!